На телеканале Юганск время новостей. Здравствуйте! В студии Дарья Лунькова и в начале коротко о главном в этом выпуске. Заслуженные награды нефтяников поблагодарили за добросовестный труд. Все на ярмарку местные предприниматели познакомили горожан со своими товарами и услугами. Технологии будущего уже здесь. В Кванториуме прошел день открытых дверей. В минувшее воскресенье поздравления принимали работники нефтяной и газовой промышленности. В этом году один из самых масштабных праздников нашего города нефтяники и горожане провели в дистанционном режиме. Трансляцию праздничного концерта без зрителей можно было увидеть в эфире нашего телеканала. Однако одну из главных традиций праздника все же удалось сохранить. С учетом всех ограничительных мер наиболее выдающимся работникам нефтегазовой промышленности вручили заслуженные награды. Уже второй год подряд в связи с пандемией самый значимый праздник нефтяников и газовиков проходит с соблюдением всех ограничительных мер. Но несмотря на все обстоятельства, в 2021 году сотрудники РН «Юганскнефтегаз» продолжают бить профессиональные рекорды по количеству проведенных гидроразрывов пласта в месяц, по суточной проходке эксплуатационного бурения. На торжественной церемонии нефтяников поблагодарили за многолетний и эффективный труд, высокое профессиональное мастерство и преданность своему делу. На достигнутом сотрудники РН «Юганскнефтегаз» останавливаться не собираются. Тем более, в следующем году предприятие будет отмечать свое 45-летие. Отличный повод для новых профессиональных побед. Детей на батут, а сам за шашлыком. В Нефтьюганске проходит ярмарка выходного дня. Представители малого и среднего предпринимательства в течение всего лета демонстрировали горожанам свою продукцию. Прошедшие выходные не стали исключением. В этом году ярмарку посвятили Дню нефтяника. Палатки с продукцией для горожан разместили на площади Юбилейная. Именно здесь традиционно предприниматели показывают горожанам свои товары и услуги. Несмотря на тяжелый период для бизнесменов во время пандемии, многие продолжают развивать свое дело. Когда тотально закрывались магазины и торговые лавки, тогда наше правительство приняло решение рекомендовать органам местного самоправления поддерживать уличную и ярмарочную торговлю. Ну, по сути, что администрация и делает. Мы пошли дальше, то есть ярмарочную торговлю открыть на все выходные лета. Детские игрушки и сувениры для праздника, сладкая вата, а также алтайские чаи. Евгения участвует в ярмарке второй год, предлагая нефтьюганцам травы собственного производства. Ее семья занимается заготовками на Алтае, а уже здесь создаются рецепты. Заготавливают ребята, ходят в леса и собирают какие-то, договариваются с местными агрохолдингами, ну и засеивают мяту, допустим, выращивают сами, то есть то, что можно вырастить. А так в основном это все дикие травы, они заготавливают там от диабета, вот сахар снижают, сердечные. Есть вот такие там спокойствия, бодрость, тоже можно каждый день пить. Также ни один летний праздник не обходится без ароматного шашлыка. На выбор несколько палаток, где каждый готовит по своему рецепту. Правильно подберете мясо, это половина успеха. У каждого шашлыка есть свой рецепт на самом деле, да, и раскрывать, как будто такого никто не будет его. Отпраздновать День нефтяника горожане приходят семьями, ведь помимо товаров на площади много развлекательных услуг. Дети могут выбрать батут, машинки или же игру с шариками. Ярмарка должна была завершиться 28 августа. Но из-за обращений горожан и самих предпринимателей было решено продлить ее. Поэтому ярмарка выходного дня будет действовать до конца года. Дарья Лунькова, Алина Ширина, Дмитрий Смирнов, телерадио компания «Юганск». Все интересно, что нам неизвестно. Так звучит тема ежегодного детского фотоконкурса в 2021 году. Накануне в «Жемчужине Югры» подвели итоги этого творческого состязания. В течение всего лета юные нефтьюганцы отправляли на суд жюри фотографии, которые, по их мнению, лучше всего отражали тему фотоконкурса. Церемония награждения стала не просто подведением итогов фотоконкурса, а настоящим детским праздником. Аквагрим, песни, танцы, интерактивные игры – перед такими развлечениями не устоит ни один ребенок. Любой труд ребенка – это хоть пение, хоть музыка, фотография, спорт – это труд. Его надо поддерживать, чтобы наши дети развивались, росли и стали настоящими патриотами нашего города. В этот раз городской фотоконкурс собрал около ста участников. Некоторым из них не исполнилось даже года. По итогам конкурса жюри определило лучшие фотоработы в шести номинациях. Освоить азбуку Морзе за несколько минут, создать VR-очки и побывать в городе будущего – все это стало возможным на дне открытых дверей в Кванториуме Нефтьюганска. В атмосферу новых технологий окунулись дети, их родители и наша съемочная группа. О том, зачем участники соревновались за квойны и как вырастить домашний урожай с помощью света и воды, расскажем в сюжете. После летних каникул в Кванториуме снова слышны детские голоса. День открытых дверей собрал в технопарке как нынешних воспитанников, так и ребят, которые еще только выбирают, чем заняться вне школы. Мы открываем свои двери для новых учеников и для тех, кто к нам уже ходит. В этом году мы подготовили интересную программу, назвали это «Город будущего». Мы хотим ребятам показать на коротких мастер-классах возможности нашего Кванториума, рассказать больше про направления. Также они смогут заработать нашу внутреннюю валюту и за нее получить сувениры, которые выберут сами. Борьба за квойны разгорается практически на каждой станции. Получить заветную фишку не так-то просто. Где-то нужно собрать провод, чтобы заработал интернет, где-то передать напарнику сообщения по азбуке Морзе. В случае фиаско на помощь детям приходят опытные наставники и родители. Интересно, завлекательно. Детям всем нравится. Они собирают фишки, чтобы потом получить подарки. Подарки очень интересные, красивые. Мы хотим сюда ходить. В рамках экспресс-экскурсии школьники могли познакомиться и с домашним фермерством. Это новый проект Кванториума. Его задача – научить детей основам ботаники и электротехники. А в итоге – получить реальный продукт, выращенные своими руками ягоды, фрукты или овощи. У юных горожан еще осталась возможность вступить в ряды кванторианцев. Запись на групповые занятия по всем направлениям технопарка продлится до конца недели. Улицы Югры станут ярче. Стрит-арт художники украсят каждый город нашего региона. Граффити будут приурочены к предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде и Конгрессу Фиде. Показать свое мастерство заявились лучшие художники Югры, Тюмени и Екатеринбурга. Всемирная шахматная олимпиада состоится летом 2022 года. В ней примут участие спортсмены из 190 стран мира. Крупнейшее шахматное событие пройдет в Москве и Ханты-Мансийске. В преддверии этого турнира Федерация шахмат Югры организовала необычную арт-экспедицию. Уличные художники украсят все города округа тематическими граффити. Своё творчество участники арт-экспедиции называют художественные открытки. По задумке организаторов, эти настенные картины будут напоминать не только о предстоящем шахматном турнире, но и о том, что Югра – дружелюбная территория. Серия настенных картин в городах Югры появится уже до конца сентября. Автором граффити в Нефтьюганске станет Александр Сажин. Место реализации объекта еще уточняется. Ознакомиться со всеми проектами арт-экспедиции можно на их официальном сайте. И в завершении выпуска наша традиционная рубрика «Окно в город». Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Всего вам доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...